и снова здравствуйте всем привет это кролик 3 последишь все анимацию буду делать завтра потом чуть-чуть побрончать надо на гитаре так сказать аккорды отработать ну давайте сейчас этим собакам ставим риг так как собаки идентичны мы можем к этому ригу потом будем подставлять любую привязывать и в принципе они могут бегать также еще шейдер шейдинге можно настроить как я в прошлый раз показывал смену цвета на но на ноды тоже оставлю ссылку в описании мы погнали так значит вот эту собакевичу мы значит английская h скроем n панель screen caskey n панель закроем и теперь вот будем работать с этой собакой shift а сочетание клавиш арматура single bone ставим опять же все по прошлым роликам via port display in front так ну чтобы глаз не мозолила в рендом переключимся так эти какая сетка и в принципе он за глаза ничего так получилось облегченная по самое не могу единственное что вот эту вот рубашку пришлось чуть побольше сделать у меня ремни распадались так ну а так ничего принципе нормально все выглядит рубаху можно еще понизить в этом в модификаторах опять же потом покажу и так заходим edit mode английская а делаем с уменьшаем кость тройка на нампаде перекручиваем нампад повторюсь это у кого-то под правой рукой вот эти циферки как калькулятор а если нампада нет то верхними цифрами работаем но нужно перестроить переключение сделать выйдет в преференциях давайте еще раз эту повторю преференции так теперь интерфейс нет темпс забыл по готе потом вот эмуляция нампада вставить и будет клавиши работать так здесь я с помощью мов поработать так подгоняем первую косточку вот к заднице так и погнали от нее плясать это значит g даже можно и лучше конечно чуть чуть ниже позвонка гнать чтобы правильно было искривление потом так здесь доводим где-то так здесь пошла уже отдельная кость на шею на шею и здесь значит одну вытащим на голову потому что у нас челюсти нет дополнительные будут не нужны следом выбираем это вверх кости вот этой низкости так вверх кости и теперь и вытаскиваем косточку желательно смотрите куда и вытягивать вот до этого края отсоединяем ее alt p clear parent g можно чуть-чуть оттянуть от этой кости не суть вопроса так и вот g немножко подкорректировать и попробовать все это дело значит и здесь можно косточек побольше ставится хвост более гибкий был здесь уже не видно но не суть вопроса сейчас подкорректируемся не все попало так единица на нампаде тройка на нампаде и вот этот хвост вот эту косточку через shift привязываем к этой control p и типов сет теперь нам понадобится что понадобится нам тройка на нампаде ноги значит выбираем низкости вытаскиваем кость alt p clear parent значит g уводим ее вот так перекручиваем в эту сторону единица нампаде уводим на ключицу желательно не вылазить за мэс тройка на нампаде так здесь мы делаем g так g побольше так по моему так сгиб идет в эту сторону нет это идет на грудину это идет так запутала меня нога включаем анатомию и так идет лопатка потом идет кость еще кость кость все правильно так идет кость это значит лопатка g на плечо отсюда значит мы опускаемся е сюда на косточку сюда на косточку так ну здесь я не буду пальцы гнуть еще косточка и одна косточка управляющая смотрим насколько не попали на лапу и все эти кости значит поправляем вводим в мэш так грудину чуть-чуть тоже откорректируем для чего вот это значит включится чтобы когда собака бежит можно было всю лапу поднимать и она тогда реалистичнее как бы движется так эту косточку вяжем на позвонок ctrl-p keep offset стройка на нампаде эту косточку alt и clear parent отсоединяем эту косточку на эту через shift ctrl-p keep offset так можно еще направляющие сделать но не суть вопроса и вот это все дело я хочу сделать shift-d щелчок и мышкой перенести вот сюда так здесь значит вот эти кости уводим вот сюда на лапу можно чуть-чуть еще ниже погрузить эту косточку так вот эти две выбираем g поднимаем повыше доводим до костяшки это значит кость уходит g где-то вот сюда а это кость уходит вот так вот ну что-то система в том духе давно я уже собак не делал так а вот эта кость тогда нам не понадобится это значит делит бон эту косточку вяжем на таз ctrl-p keep offset и чтобы у нас таз не разваливался мы отсюда еще вот от этой косточки вытащим е ограничитель так вот так и значит g чтобы он держал задницу нашу вот эту не разваливался alt-p clear parent отсоединяем и вяжем ее через shift ctrl-p и повсет к тазовой кости так еще нам понадобится что уши ну давайте уши сделаем это попроще будет так это косточку мы вытащим е alt-p clear parent g подставляем единицы нам пади уводим значит к уху но смотрите какая штука чтобы когда мы будем ухом вертеть черепок у нас не разваливался мы сделаем вот так вот с g введем кость в голову делаем еще раз с чтобы она где-то посередине носа стояла и уже от этой косточки значит е вытащим одну кость но можно одну кость вытащить и потом нажать на косточку и правой кнопкой мыши сапдивайды и поделить на то количество костей которое нужно в окошке которое выплывает вот здесь вот так установка это g так здесь вот нужно немножко наверно как бы вниз ее чуть-чуть огнуться должна одна вот эта верхушка значит ее нужно подгадать эту косточку так чтобы она симпатюшно стала ну где-то вот так теперь эту косточку нужно привязать голове control и keep up set чтобы ухо двигалось вместе с собакой а не отлетало в бок так 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 ну и все вот такая простая настройка так это выбираем смотрим проверяем чтобы косточки которые не были зацеплены зацеплены выделились так хвост все позвоночник выбирать не надо он центральный shift g точка щелчок левой кнопки мыши правая кнопка мыши делаем mirror x-глобал x-глобал так подставляем можно работать симметрия именно вот здесь вы ее выставляете и по x-симметрии косточки выставляются ну я привык так и что-то отвыкнуть от этого не могу так теперь я немножко подправлю вот эти косточки вот так и немножко наверное подправлю вот эти косточки так это назад единица на нампаде поближе подвину так а здесь у нас еще одна косточка ну вот смотрим чтобы все было на месте единица тройка на нампаде заходим в object mode выбираем персонажа выбираем кости ctrl p вид automatic виджет теперь рубаху нам тоже сразу на привязать выбираем рубаху через shift на кости ctrl p это значит вы заходим выбираем только рубаху заходим в модификаторы находим модификатор дата трансфер нажимаем на персонажа нажмем vertex vertex date vertex group применяем все рубаха будет следить за этими вертексами привязана к ним будет теперь выбираем только кости заходим в pause mode выбираем косточку управляющую через shift так 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 тройка на на пазе через shift через shift хорошо бы было эту кость выше поставить да ну давайте проверять ctrl shift c inverse kinematic настройка кости. Ну, давайте на три кости. Смотрим, как будет подниматься. Опа. Ctrl Z. Так, эту удаляем. Не ту кость. Выбрал вот эту на эту. Стройка на нампаде. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic на три кости. Выбираем управляющую кость. G. R. G. Ну, здесь она нормально работает на оттяжку. А с этой косточкой, а ну-ка. Ну да, придется вот одну кость поправлять, но так будет получше. Нормально. Так, Ctrl Z. Ну и тут то же самое сделаем. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic опять же на три косточки. Потом еще можно попробовать настроить на другой вариант. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. Тут тоже на три кости. Собака, гляньте, офигенно. Ничего у нее не тянется, потому что у нее лапы от тела вдали. Видите? И это очень хорошо. И это и есть good. Так, теперь, значит, здесь настраиваем Ctrl Shift C. Inverse Kinematic на три косточки. Ну и все. Так, а, пардоньте, вот эту кость на эту кость. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. И удаляем таргеты. Теперь ставим влияние на раз, два, три, на четыре косточки. И теперь мы сможем... Так, а ну-ка, чего ты тут крутишь? Теперь мы сможем вот работать головой. Вот какую-то так позу тут делать. Нормально. Ctrl Z. Если понадобится больше изгиба, то поставим на пять и на шесть костей до вот этой части центральной, до позвоночника. Так, теперь, что у нас тут получается? Собака приседает. Собака, значит, выпад делает. Ну, в принципе, для анимации пока этого достаточно. Так, с хвостом как будем, да? С хвостом это уже потом подумать надо будет в процессе анимации или на Copy Rotation его настраивать. Или, опять же, настраивать как... Так, вот эту косточку на эту. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. Таргеты. Удаляем и ставим влияние, допустим... Сколько тут косточек? Семь-восемь. Так, и смотрим, что получится. G. Ну, вот мы можем его просто вот так водить. Вот такой вариант мне как-то больше нравится, чем на Copy Rotation. Так... Ну, вот и все. Собака настроена. Единственное, ну-ка, давайте попробуем вот эту косточку на эту. Ctrl Shift C. Значит, Copy Location поставим. А вот этой косточку на Ctrl Shift C. Так, это трансформация. Трансформацию, значит, ставим на Local White Parent и Local White Parent. В принципе, все. А ну-ка, G. А-а-а. Так, а что это за? Это К. Ctrl Z, Ctrl Z. Это что я тут туплю? Так, это значит Copy Location. Пишем. Все правильно. Ну-ка, значит, Local White Parent, Local White Parent. Пробуем, значит, G. Так, она не ходит за ней. Почему? Так, а эту тогда кость на эту. Ctrl Shift C. Копи Трансформация тогда поставим. Так, трансформацию отключаем. А эту ставим. Local White Parent, Local White Parent. Вот. Давно я уже Риги сам не делал. Все с Миксамовскими работаю. Опа-на. Ctrl Z. Что, не на ту, что поставил опять. Так. Копи Трансформация. Вот она. G. R. Все. Вот она. Перекручивается. Можно еще использовать. Значит, такой вариант настройки. Ну, это я уже в процессе анимации определюсь. Или добавлять еще на эти косточки. Копи Трансформация. Так. Что с ключицами? Ключицу. Видите, что вот она поднимается. И когда собака будет бежать, в принципе, можно ключицу вот эту вот чуть-чуть приподнимать, опускать. Тогда будет вообще шик, блеск, красота. Так. Пока я вот эту настройку удалю. Так. И здесь копи Трансформация удалю. Пусть будет голый Риг. Вот таким образом. Ну, вот такая штука. Object Mode. Post Mode. Все по голику. Так. А. Я же не проверил, как работают уши. Значит, R. О. Ухо работает. Эта часть тоже гнется. Так. Ctrl Z. Ctrl Z. Object Mode. Английская. Alt H. Возвращаем то, что исчезло. Теперь можем, смотрите, что сделать. Вот этот Риг. Вот этот Риг. НСФД, щелчок. И значит, перетащить на этого пса. Они же идентичны. Идентичны. Так. Что в нем не так? Единственное, что... По башке мы попадаем. А вот чуть-чуть по размеру. Так. Так. Ctrl Z. Так. Погодь. Погодь. А почему? Такое дело. Значит, у этого по ушам он попал. А у этого по ушам не попадает. Они же одного размера. А, нет. Вот чуть-чуть этот больше. Не суть вопроса. Добавим. И вот тебе, пожалуйста. Так. Тройка на нампаде. И немножко собачку уведем в бок. Так. А вот. Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Так. Привяжем вот эту собаку. Значит, set курсору. И просто чуть-чуть приподнимем. Во! Ее нужно было чуть-чуть приподнять. Так. Теперь что делаем? Выбираем эту собаку. Кости. Ctrl P. Увы. Автоматик. Виджет. Выбираем нашу вот эту стукенцию. Выбираем Ctrl P. With Empty Grim. И вяжем ее на кости. Так. Data Transfer. На нашего второго, на первого кабеля. И Vertex, Vertex Group. Все это дело Apply. Так. Выбираем теперь Rig. И смотрим, как он привязался. А то, может, нужно будет еще поправлять этого кабеля. Так. Значит так. Я выбираю TAS. G. Он опускается. Так. G. Хвост. Вот у него ходит. Но хвосту нужно еще на две косточки будет добавить. Не проблема. Так. Ну все. Теперь анимация. И будут они друг с другом бегать. Конечно, хорошо бы еще собаки две, три добавить, чтобы, ну как, массовость была на ипподроме, чтобы они бегали. Ну, в принципе, можно смысл понять из этих собак. Все. Всем пока. До свидания.